Артем сказал по поводу актуальности. Мне кажется, что актуальней быть не может. Завтрашнего дня, 5 февраля, вступает в силу запрет на поставки российских нефтепродуктов в Европейский Союз. То есть с завтрашнего дня поставлять российские нефтепродукты будет невозможно. Два месяца назад аналогично случилось в отношении российской нефти. Но там, правда, есть нюансы, мы как раз с вами об этом поговорим. В ходе нашей встречи мы с вами, так сказать, окунемся немножко в прошлое, причем в такое 50 плюс прошлое. Посмотрим, почему это важно. Ну, поймете, потому что многие вещи, к сожалению, повторяются. К сожалению, плохие вещи повторяются. Посмотрим в том, что мы имеем сегодня и порассуждаем с вами про 30-й год. Я понимаю, что в масштабах быстро меняющейся жизни заглядывать в 30-й год, наверное, было бы бессмысленно. Но скажу, почему это важно для отрасли, да, для нефтегазовой. Потому что она достаточно инерционная, она достаточно капиталоемкая и достаточно длительная. Ну, проще говоря, для того, чтобы в 30-м году получить там определенный объем нефти, добычи новой нефти, газа, вам надо принять инвестиционное решение было даже не сегодня, а еще года 3-4 назад. То есть вам надо было разработать проект, вам надо было его согласовать, принять инвест-решение, уже начать геолого-разведку, которая, кстати, неочевидным образом кончится успешным нахождением нефти и газа, все обустроить, договориться о продаже и вот, соответственно, к 30-му году получить нефть. То есть 10 плюс лет – это горизонт планирования отрасли. И поэтому мы понимаем то, что произошло в прошлом году, оно кардинальным образом поменяло не только весь мировой ландшафт нефтегазовый, но и российский. То есть многие компании российские сейчас уже пытаются для себя примерить то, как они будут в 30-м году выглядеть через призму уже принятых для себя решений, несколько лет назад принятых решений. Итак, ну давайте начнем с простого. Что такое Россия на нефтяной карте мира? Есть мысли, какое место мы занимаем по объемам добычи, доли в мировой добыче? Ну, смотрите, по добыче нефти мы номер два. Причем интересно, что на первом месте даже не Саудовская Аравия, да, хотя обычно говорили, что Россия, Саудовская Аравия делят первое место. Да, это правда было. Несколько лет назад Соединенные Штаты стремительно, так сказать, вырвались из-за аутсайдеров, и не просто из-за аутсайдеров, но из страны, которая была нет-импортером нефти, благодаря технологическому рывку, который был совершен в конце 2000-х, то есть где-то 2008-2009 год, появились новые технологии, которые позволили разрабатывать новые сложные запасы нефти, которых в Америке, и газа, которых в Америке достаточно много. Не знаю, насколько вы знакомы с терминологиями, это сланцевая нефть и газ. То есть не будем смотреть, что это, но вот просто поймите, новые технологии позволили Соединенным Штатам стать номером один. Теперь, что касается газа, как у нас там обстоят дела? Ваши мысли? Совершенно верно. Мы тоже вторые, до недавнего, опять же, времени, ну как до недавнего, лет 7 назад были первые, и здесь тоже аналогичная ситуация, причина та же самая, тоже новые технологии, которые позволили добывать то, что находилось под землей и ранее считалось нецелесообразным к добыче. Почему нефть и газ, это вообще для нас, по сути, с вами важно, для каждого, как бы это странно ни звучало, здесь простая статистика, это доля нефтегазовых доходов в ПР России и доля нефтегазовых доходов в бюджете России. Ну, хорошая новость, что мы вроде как снижаем зависимость от нефтегаза, то есть как-то диверсифицируем экономику, слезаем с нефтяной и газовой иглы. Плохая новость, готовы ли мы совершить там технологический скачок и альтернативные отрасли развивать, с учетом того, что, в общем-то, особенно после событий 22-го года, так сказать, такой же светлой будущей отрасли, как оно было, не гарантированно. Понимаем, да, почему провал был в 2020 году? Меньше нефти, да, но потом увидите цифры, в меньшей степени коснулся России, цена на нефть в 2020 году была 40 долларов за баррель. Действительно, потому что все сидели по домам, не летали, не ездили, потребление сократилось, добычу сократили России в меньшей степени, но цена 40 долларов за баррель, а весной на начальном этапе пандемии даже были такие случаи, когда нефть торговалась по цене минус, то есть в Америке был зафиксирован фьючерс, ну, то есть цена торговли бумажной нефтью была отрицательной, там, минус 30 долларов за баррель. То есть настолько она никому не была нужна в какой-то момент. Ну, теперь про санкции, да, мы с вами начали с того, что с завтрашнего дня вводятся санкции, мы понимаем, что спираль санкций с нами, ну, вот где-то с конца 2013-го, с начала 2014-го года, но на самом деле Советский Союз и Россия, она, в общем-то, перманентно попадала под какие-либо санкции, момент, на сегодняшний день Россия самая, в общем-то, топ, номер один страна, в которой возложено самое большое количество санкций каких-либо возможных. Но, как мы понимаем, вот здесь картинка с историческим уклоном, санкции возлагали и на еще Советскую Россию в 17-м году после революции и потом в 30-е годы, ну, то есть как бы били по самому больному, да, били по торговле зерном, в разные периоды времени России зерна то не хватало, то наоборот мы были его крупным экспортером, естественно, золото. Что интересно здесь? Здесь интересны как раз-таки санкции 60-х, 70-х годов, которые также казались топливно-энергетического комплекса, конкретно газа. В 55-м году Германия, да, прошло 10 лет после окончания Второй мировой войны, установила дипломатические отношения с Советским Союзом и в Германии было достаточно много сторонников того, чтобы экономические отношения развивались. В 60-м году был подписан первый договор на закупку немецких труб большого диаметра, и в России не было тогда этих труб, а наша газовая отрасль тогда формировалась. В 63-м году канцлер Германии Конрад Аденауэр наложил запрет на эту сделку, что привело к тому, что, а поскольку мы понимаем, три года с момента сделки, да, промышленность как раз раскочегарилась, заказы разместили на заводах, а трубы большие, это сотни, если не тысячи километров труб. Немецкие концерны понесли колоссальные убытки. В 63-й год, да. В 69-м году состояло, то есть правительство Аденауэра ушло в отставку, новый канцлер Вилли Брандт спустя год подписал новую сделку. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом не только потому, что это очень созвучно с тем, что произошло в отношении Северного потока-2. Это газопровод, который Россия начала строить в прошлом десятилетии, в конце, да, достроила его, должна была запустить в прошлом году, но этого не произошло. Возможно, уже не произойдет никогда. То есть полноценный, ну как полноценный, две нитки газопровода лежат на дне, одна из них повреждена. Взрыв в конце сентября полностью вывел из строя газопровод Северный поток-1, две нитки, 55 миллиардов кубометров газа, и одна нитка из не работающего до этого газопровода тоже повреждена. Это то, что мы знаем, так сказать, на сегодняшний день. Так вот, 7 лет потребовалось, то есть первое, почему я об этом рассказываю, потому что это созвучная история, второе, почему я об этом рассказываю, 7 лет потребовалось Германии, чтобы осознать, насколько нецелесообразны были те санкции и возобновить сотрудничество. 52 года назад, 1 февраля 52-го, 70-го года, была подписана очень знаменитая сделка газ трубы, в рамках которых Советский Союз обязался построить газопровод почти 4 тысячи километров до Европы, поставлять туда газ, первый газ из России в Западную Европу. И Германия и целый ряд европейских стран должны были, соответственно, эти трубы делать и также делать прочее оборудование, компрессорные станции, то есть все для того, чтобы газопровод работал. То есть это как бы начало экономических взаимоотношений Советского Союза и Европы, Западной Европы, скажем, в газовой отрасли. Тогда, вот привожу очень известную цитату человека, благодаря которому во многом вообще экономическое сотрудничество состоялось, он возглавлял комитет немецкой экономики, и вот как раз тогда, когда договорились о строительстве газопровода, первым, кому это не понравилось, были, естественно, Соединенные Штаты Америки. Вот цитата о том, что, ну, вплоть до того, что строите газопровод, русские танки будут заправляться из газопроводов, да? Ну, классно, но мы понимаем, что танки не ездят на газе. Но звучит хорошо, нет, есть, есть разработки, но армия ни на тот момент, ни на сегодняшний момент танками, которые могут заправляться газом, не укомплектована. Тем стране это звучало в 60-х. Но это работало, это работало, потому что санкции были, да. Но, как я говорю, прошло почти 10 лет, здравый смысл возобладал. Что важно, здесь показан там объем подпоставок российского газа в Западную Европу, мы видим там первые контракты, понимаете, да, то есть какова давность наших отношений с Европой в этой области. Что важно, что мы тогда находились, в общем-то, в состоянии холодной войны, но война войной холодная, экономика экономикой, да. И экономика тогда работала. Что произошло уже, так сказать, в наше с вами время? В наше с вами время новый пакет санкций, который коснулся нефтегазовой отрасли, это 2014 год, и это коснулось финансов, и это коснулось технологий. На тот момент технологические санкции в отношении топливного и энергетического комплекса касались только новых технологий. Это арктический шельф, это глубоководная добыча, это сланцевые проекты, да, в России тоже есть сланцевые, запасы сланцевой нефти и газа. Вот, так сказать, все то перспективное, что могло дать нам, возможно, какой-то новый скачок в развитии отрасли, оно попало под санкции еще в 2014 году. И да, вот это как раз картинка 2014 года, большая часть санкций, она коснулась топливно-энергетического комплекса и финансов. Ну, так сказать, без денег вы ничего не сможете сделать, не добыть нефть, ничего, поэтому банки тоже пострадали. То есть били целенаправленно по, в общем, самому ключевому сектору, но аккуратно. Били аккуратно, то есть отрезали нам будущее технологическое развитие. Что случилось в прошлом году? В прошлом году, вот так сказать, комплексно указаны те санкции, санкции, я говорю, мы находимся под самым большим набором санкций на сегодняшний день в мире, здесь только то, что коснулось нефтегаза. Первым, естественно, отреагировали Соединенные Штаты, они запретили импорт и нефти, и продуктов, и жиженного природного газа, и угля из России. При этом, если посмотреть даже американскую статистику, она в открытом доступе есть. Нет-нет, да и российские энергоносители туда попадают. То есть вроде как нельзя, но если хоть учущество, то в принципе можно. Далее последовал пакет, ну то есть было, Евросоюза было 5 пакетов, и вот только в шестом пакете, хотя они динамично выходили, да, в начале лета, как раз было провозглашено, что с 5 декабря заканчиваются закупки сырой нефти, с 5 февраля закупки нефтепродуктов. То есть завтра мы начинаем с вами новую жизнь. И они. Что важно еще? Важно, что можно просто запретить покупать, но тогда вы, так сказать, закроете стране-поставщику свой рынок. Но, как мы понимаем, большая часть нефти перевозится танкерным флотом, то есть это морские перевозки, и поэтому, чтобы ударить побольнее, надо запретить вам, то есть вы не можете запретить поставлять нам, допустим, нефть в Индию и в Китай. Это уже, так сказать, за пределами вашего суверенитета, но вы можете запретить страхование. И тогда практически все страховки до недавнего времени осуществлялись британским клубом страхователей. Вот в этом смысле Великобритания ввела вот этот запрет. В итоге, да, он уже заработал. То есть страховать танкера нельзя. Можно только в том случае, если вы продаете нефть и нефтепродукты по ценам ниже потолка. Да, недавно ввели еще вот восьмой пакет. Октябрь ввели так называемые цены, потолок цен. То есть сейчас российская нефть не может продаваться по цене выше 60 долларов за баррель. Цена среднемировая сейчас где-то 80. Ну, то есть вы можете пытаться продать больше, чем 60, но вас никто не застрахует. Ну, так сказать, из цивилизованного мира, так назовем, западного. Понятно, что сейчас активно развивается страхование российскими компаниями, компаниями китайскими. То есть, да, по сути, в каком-то смысле эти ограничения, которые коснулись России, стреляют самим им себе в ногу, их бизнес сокращается, вырастают конкуренты. Но в моменте это достаточно болезненная история. И то, чего, пожалуй, может еще достаточно сильно навредить нефтегазовому комплексу, это вторичные санкции США. Мы знаем, что, опять же, по предыдущему опыту Соединенные Штаты вводят иногда вторичные санкции. Наверное, из топливно-энергетического комплекса самый яркий пример – это Иран. Когда были введены в 2012 году запрет на покупку иранской нефти Европейским Союзом, тогда же в этом году Соединенные Штаты Америки наложили вторичные санкции на все прочие страны мира, которые хотели покупать иранскую нефть. Ну, звучит странно, да, с точки зрения суверенных прав каждой страны, но пока у вас финансовая система работает преимущественно через доллары, вы это вполне легко можете делать. Вот даже был пример в отрасли… Артем, можно полный экран попробовать сделать? Был пример корабль-танкер «Сургутнефтегаза», который назывался то ли «Ираниан Стар», то ли «Ираниан Сити». Ну, то есть в названии танкера было слово «Иран», ничего конкретно, кроме названия к Ирану, отношения не имело, нефть там была российская, танкер был арестован. Это был где-то год 13-14. Ну, вот так работают вторичные санкции. Вот сейчас этот дамоклов меч висит, непонятно, когда будет введены, будут ли, но как бы правило будет такое, вот эта выпечатка из обсуждаемого законопроекта, что если вы страна и вы нарастили закупки сырья из России выше уровня, который был на момент конца февраля прошлого года, вы попадете под вторичные санкции. Ну, как мы понимаем, чем важнее, чем жестче ограничения, тем интереснее их обходить, особенно в тот момент, когда на самом деле многие покупатели заинтересованы в том, чтобы торговля продолжалась. Как это не парадоксально, те страны, которые хотели прекратить взаимодействие с Россией, они сделали это в энергетической сфере, по крайней мере, не сделали это еще до момента вступления санкций в силу. Мы это называем самосанкциями. Итого, казалось бы, запрет на страхование судов должен привести к падению морского экспорта, потому что по правилам перевозки нефтяных грузов вы не можете зайти в порт приемки, если ваш танкер не застрахован. И да-да, вот где-то там застраховать большой танкер стоит до миллиарда долларов. Ну, вы понимаете, да, какая-то большая сумма. Вот здесь я привожу пример с Ираном, когда в 2012 году Иран коснулись такие санкции. Индия, Китай, которые были заинтересованы в продолжении закупки иранской нефти, они, равно как и Япония, они предоставляли либо свои гарантии на те танкера, которые не были застрахованы, либо страховали своими компаниями, либо принимали страховку иранской компании, хотя она далека вот от правил страхования того британского клуба, страхователя, о котором я говорила. То есть, в принципе, решение найдено, и вот то, что мы видим сегодня, это то, что Россия закупила там свой танкерный флот личный, то, что сейчас развивается страхование внутри России, то, что перечисленные здесь страны, но за исключением Японии, они также помогают страховать суда. Следующий ценовой потолок. Ну, запретили вы продавать нефть по цене выше 60. Вопрос, как вы будете это контролировать? Мы понимаем, какое количество сотни, тысячи, десяти тысячи сделок в течение года происходят. Как вы проконтролируете, что у вас записано в каждом конкретном контракте? Ну, вопрос. Особенно, если вы осуществляете сделки не в долларах или евро, а в национальных валютах, то есть вы осуществляете сделку, минуя SWIFT, проконтролировать, какая цена в контракте практически невозможно. Но даже если мы предположим, что этот контроль будет эффективен, вам никто не мешает написать в договоре, что вы продаете нефть по цене 30 долларов, но дополнительно в договоре написать, что вы также предоставляете покупателю какие-нибудь консалтинговые услуги или какой-нибудь любой вид услуг, который в сумме вам даст цену ту, которую вы согласуете с покупателем, но позволит вам обойти вот этот вот правило ценового потолка. Ну и бартер тоже никто не отменял. Была известная сделка нефть в обмен на продовольствие в Ираке. Здесь также в договоре вы можете прописывать, что вы рассчитываетесь за нефть не в деньгах, а в каких-то товарах. Тоже вопрос ценового потолка. Вот вторичные санкции. Самое страшное, о чем я сказала, комментируя предыдущий слайд. Санкции обсуждаются уже полгода, пока мы не видим каких-то активных действий в отношении их согласования, но прежде всего потому, что все-таки крупные страны, а как мы понимаем, убрать с карты мира страну, которая обеспечивает 10 плюс процентов мировой добычи достаточно сложно. Поэтому, наверное, Соединенные Штаты считаются с текущими крупными покупателями российской нефти при принятии этого решения. Итак, теперь будет много цифр, но, как говорится, без цифр я, может быть, буду не очень, так сказать, убедительно звучать. Итого, что мы имели по результатам 2021 года? Мы имели то, что больше половины нашего экспорта жуф – это жижные углеводороды, это сырая нефть и газовый конденсат. 60% практически поставлялось в так называемые недружественные страны. Крупнейшие здесь перечислены. Ну, соответственно, остальное шло в дружественные страны. И, соответственно, реализовался этот негативный сценарий практически полностью. Мы вынуждены переориентировать вот этот вот значительный объем нашего экспорта. Что произошло? Вы помните, да, что когда в июне Европейский Союз принимал решение о том, что они откажутся от российской нефти в декабре, было убеждение, что все прочие производители нефти с удовольствием возьмут на себя выпадающие объемы России. Ну, то есть, другими словами, если вы можете увеличить добычу нефти, почему бы вам ее не увеличить и не максимизировать свою выручку? Ну, вот ставка на вот это развитие событий, оно не сыграло. Помните, ну, наверное, из прессы помните, что есть организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, преимущественно арабские страны, да, вот середины прошлого десятилетия есть новый формат взаимодействия, ну, не середина, это же 16-17 год, первая сделка, так называемый ОПЕК+, куда вошла Россия в том числе. Все страны вот уже на протяжении 5 лет достаточно эффективно работают, регулируя объемы добычи нефти в мире, потому что, и, наверное, самым хорошим примером вот этой эффективности этого регулирования, это был как раз коронавирус, когда в 2020 году объемы потребления нефти упали на 10%, ну, то есть, представляете, да, 100 миллионов баррелей где-то объем потребления в сутки всего мира, на 9 миллионов баррелей потребления нефти упало в моменте, и вот если бы эти страны не договорились очень сильно снизить добычу, а это, если мне не изменяет память, 6 миллионов баррелей в сутки, ну, при том, что Россия там добывает 10 миллионов баррелей в сутки, то есть все эти страны договорились на 6, аккуратно между собой перераспределили, рынок был сбалансирован, поэтому цена по 2020 году была 40 долларов за баррель, а не, условно говоря, 20, как она была по весне, когда коронавирус, так сказать, шагал по планете. Что произошло? Эти страны по-прежнему продолжают взаимодействовать, более того, эти страны заявили о том, что у нас нет свободных мощностей, то есть вот оценка, на которую рассчитывал Европейский Союз, это то, что в страны могут вот этот объем нефти легко и непринужденно предоставить рынку в течение 4-4 месяцев после ухода России. Это оценки, сделанные Международным энергетическим агентством, но, в общем-то, противовес. Страны сказали, что, в общем, статистика сомнительная, у нас вы не спросили, свободных мощностей у нас нет, поэтому, извините, увеличить добычу мы не сможем, мы продолжаем взаимодействовать с Россией в рамках ОПЕК+. И это, по сути, помогло остаться на самом России даже практически спустя год на той же самой позиции в мире, что и сейчас. По итогам прошлого года, вот еще нет официальной статистики, но добыча нефти в России практически не изменилась относительно 2021 года. Это что касается неудавшихся надежд на то, что все захотят сместить Россию с карты нефтяного мира. Теперь, что касается того, с каким условием и долей зависимости от России страны Европейского Союза шли на введение санкций. Мы видим, что уровень зависимости от импорта нефти и газового конденсата из России колоссальный. Понятно, что в объемах в той же Словакии это не такие большие цифры, но в процентах это много. И поэтому мы понимаем, что из каждого правила есть исключение из этих санкций нефтяных, которые заработали 5 декабря эмбарго. По-прежнему Европа может продолжать покупать трубопроводную нефть из России. В Болгарии можно не просто покупать российскую нефть и нефтепродукты, но еще и перепродавать их. В Бенгарии, кстати, тоже имеют возможность покупать российскую нефть, перерабатывать ее и продавать эти нефтепродукты, потому что, по идее, все остальные страны этого делать не могут. То есть мы видим, что да, есть установлены эмбарго, но есть и нюансы. Посмотрим, на самом деле, по первому полугодию, как получится с трубопроводными поставками. Вырастут ли они или сократятся. Что мы фиксируем? Это статистика не за полный прошлый год. Ну, то есть понятно, если основной наш рынок сбыта, 60% нашего экспорта, отказывается от наших нефти и газового конденсата, что делать? Да, делать, ну, либо сокращать добычу, либо пытаться найти альтернативные рынки. И вот статистика по 10 месяцам говорит о том, что, в общем-то, достаточно успешно получалось замещать, ну, то есть 30 миллионов тонн – это потери, то есть это уход с рынков, которые здесь поименованы, и, наоборот, рост поставок в прочие рынки. Причем Италия здесь фиксируется, как Италия. Это не то, что Италия там начала больше российской нефти потреблять. Это, на самом деле, перепродажи уже, так сказать, нефти под видом нероссийской. Те страны, которые, ну, как бы не хотят покупать российское юридически, но, в принципе, хотели бы покупать. То есть мы видим, что пока на основе реальной статистики, как эта операция по переориентации, она работает. А теперь вот как раз посмотрим в 30-й год, чем нам грозит вот эти все эмбарго, запреты на страхование и так далее. Как я говорю, мы 4,6 экспортировали, 60% экспортировали в недружественные страны. Что может произойти дальше? Дальше очевидным образом страны ОПЕК либо нарастят добычу, и они это сделают на 1 миллион баррелей, если сделка сохранится в рамках ОПЕК+, либо нарастят свою добычу на 2,7 миллионов, у них вот возможности для такого роста существуют, если сделка рухнет. То есть это к вопросу о важности продолжения этого партнерства. Почему здесь минус 2,7, хотя я говорю о росте добычи, это то, что уведет как бы с нашего баланса экспорта. То есть наш экспорт сократится на 2,7, если сделка рухнет. Если продолжится, то как бы минус 1 за счет этого фактора, проводя факторный анализ. Что еще как бы хорошо для нас с позиции будущего экспорта? Добыча нефти в Европе сокращается и продолжит сокращение. Это 1,1 миллион баррелей. То есть это означает, в сутки это означает, что примерно этот объем нефти потребуется Европе. Не очевидно, что она будет покупать его в России, но где-то она его покупать будет. А если она как система сообщающихся сосудов, если откуда-то нефть как бы уходит, то туда можно прийти с российской нефтью. Хорошая новость. Дальше. Сокращение добычи в Азии. Логика та же самая, что с Европой. Здесь хороший комфортный объем 1,7. Плохая новость, что добыча нефти будет продолжаться расти в Северной и Южной Америке, прежде всего в Северной, Соединенные Штаты. И это очень большой прирост. То есть отрасль по-прежнему набирает обороты, увеличивает объемы, как бы увеличивая отрыв на позиции номер один. Соответственно, способна потеснить нас на карте. Вот здесь самый дискуссионный, наверное, момент, это рост мирового спроса. Вот если заглянуть на лет 20 назад, то самой основной проблемой, я сейчас чуть-чуть исторический экскурс, самой основной проблемой виделось для топливно-энергетического комплекса мира то, что в какой-то момент времени, ближайшее будущее, будет пройден пик добычи нефти. Пик добычи нефти – это максимальное значение нефти, которое может быть добыто дальше, возможно, только падение. И вот предполагалось, что вот этот вот пик добычи, а его моделировали на основе знания нефтяной отрасли Соединенных Штатов, которая начала свое развитие в 1860-х, где-то 100 лет она росла, и где-то с 60-х прошлого года началось падение, которое невозможно было восстановить, как считали до практически недавнего времени. И считалось, что то же самое произойдет с миром, а как мы знаем, спрос на нефть в мире растет по-прежнему, несмотря на там многие усилия. Это было 20 лет назад. Дальше случились технологические прорывы, о которых я уже сказала, которые позволили Америке совершить качественный переход. И также технологический процесс не стоял в моем месте и со стороны спроса. И сегодня уже говорят о том, причем тоже уже достаточно давно, что мы близки к достижению пика спроса на нефть. То есть основные факторы – это рост энергоэффективности, это альтернативные виды транспорта, 50% нефти – это потребление на транспорте. То есть если вы пересаживаетесь на электромобили, газомобили, или просто перестаете думать о собственном автомобиле, и выбираете формат sharing economy, так называемый, то вы сокращаете потребление нефти, тем самым, ну и плюс вот политика декарбонизации, которая приобрела достаточно ощутимые масштабы как раз после коронавируса. Все страны сделали ставку на низкоуглеродное развитие для того, чтобы преодолеть кризис 2020 года. То есть мы сейчас ждем, что вот, ну может быть даже в 2025 году этот пик потребления нефти будет пройден. Дальше будет сокращение добычи. Вот поэтому вот здесь аккуратная, как бы дана оценка, что ну за 7 ближайших лет на 2 миллиона баррелей в сутки спрос вырастет, ну то есть там где-то он чуть больше вырастет, потом может быть начнет падать, то есть в среднем это 2. Ну вот это, наверное, самая плавающая здесь цифра. Хорошая новость, что все-таки сокращать потребление прежде всего начнут европейские страны, хотя в Европе уже как бы лет 20 фиксируется падение спроса на нефть. Все наши, так сказать, дружественные страны, Китай, Индия, пока, так сказать, не показывают тренда на снижение потребления. Да, они тоже взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. Правда, если весь мир в среднем это взял на 50-й год, достижение углеродной нейтральности, Китай взял для себя обязательства на 60-й год, Индия на 70-й. То есть для нас, в общем, если мы продолжаем взаимодействие с этими странами, это хорошие рынки сбыта. Ну и вот совершив простые математические действия, мы видим, что если мы ссоримся простыми словами с организацией стран экспортеров нефти, мы себе сможем позволить экспортировать, ну скажем, существенно меньше, делали это в прошлом году. Если мы продолжаем работать с ОПЕКом, здесь этого нет, но поверьте мне на слово, цифра будет такая же, как и была. То есть мы сможем продолжать оставаться как бы на том же объеме, который был и в 21-м году. То есть как бы ситуация тревожная, но не безнадежная. Теперь, что касается нефтепродуктов. Здесь с точки зрения экспорта и производства, мы также экспортируем больше, чем потребляем. и здесь, если там мы 60, ну 58 процентов экспортируем в недружественные страны, здесь экспорт недружественных стран еще больше. Структура нефтепереработки у нас не самая продвинутая в мире. Вот количество выработки темных нефтепродуктов, это, скажем, не самый хороший сигнал, но уже, что называется, имеем то, что имеем. И как мы понимаем, ну то есть экспортируем мы и темные, хотя на самом деле почему, спросите вы темные, ну кому они там нужны, этот мазут. Все очень просто, эти объемы потом загоняются на нефтеперерабатывающие мощности в своих странах, и дальше из них получают уже качественные дизель, бензины, все классно. Ну то есть просто технологическая оснащенность нашей отрасли не позволяет нам производить сразу вот такое количество светлых нефтепродуктов, востребованных. Что у нас с отраслью? Здесь, так сказать, укрупненно показано, что у нас 35 больших нефтеперерабатывающих заводов, и мы видим, что большая часть их это наследие Советского Союза, и этим обусловлено их размещение в основных центрах потребления. Советский Госплан, когда, так сказать, смотрел, где размещать металлургию и так далее, крупные производства, они примерно в тех же центрах потребления размещали и нефтеперерабатывающие заводы, но чтобы сократить затраты на транспортировку. Ну то есть в моменте Советского Союза это было оправдано. Сейчас, поскольку мы, как я вам показала на предыдущем слайде, большую часть экспортируем, это создает для нас определенные проблемы в виде плохой логистики. То есть из центра страны экспортировать нефтепродукты, ну скажем, чуть более затратно, чем если бы ваши заводы были расположены там в портах, на границах и так далее. То есть вот так это устроено. Крупнейшая у нас Роснефть, Лукоил, Газпромнефть. То есть эти компании сейчас, в общем, несут на себе, может быть, самые большие риски того, что случится завтра. Теперь, что касается направлений. Как мы видели, 70% это недружественные страны и большая часть наших потребителей как раз нефтепродуктов расположена как раз таки в Европе. То есть это северо-западная Европа и Средиземноморье европейское. В общем, все порты географически, все крупнейшие находятся в географической привязке к Европе. На азиатском направлении мы видим определенное наличие мощностей, но его, естественно, недостаточно для того, чтобы, в общем, совершить вот эту переориентацию. Если мы говорим о, допустим, какой-то попытке перевозок железной дорогой сюда. Нет, это не работает. То есть единственный ваш способ переориентации – это разворачивать танкера. То есть если раньше вы там за день, за два могли доплыть до своего рынка сбыта, теперь это там уже 15 дней, если вы плывете куда-то в Африку, и там 30 плюс дней, если вы поплывете в Китай и далее. То есть здесь проблема более, скажем так, существенная. Плюс, почему с нефтепродуктами сложнее, потому что танкера для перевозки нефтепродуктов, они существенно более маленькие. И могут на себе вести, ну, допустим, и вести на себе гораздо меньше объемы. То есть нельзя там в нефтяной танкер залить нефтепродукты и поехать. Нет, здесь перевозки где-то в три раза меньше, удельно, чем, допустим, может большой танкер. То есть вам нужно гораздо больше, получается, танкерного флота для того, чтобы перевозить нефтепродукты. Теперь, что касается продуктовой номенклатуры, ну, что касается бензинов, мы достаточно мало экспортируем, где-то там 4-5 миллионов тонн всего из 145. Это идет в Европу. Ну, то есть вот вопрос переориентации вот этих вот маленьких объемов, он, в общем-то, не стоит. То есть легко вы можете уплыть в Южную Африку, потому что, допустим, при том, что Европа потребляет нашу нефть, и они достаточно крупные экспортеры нефтепродуктов на другие рынки. То есть если Европа, отказываясь от российского, переходит на самообеспечение, то вот все вот это желтое, они должны будут с рынка убрать. Ну, в отношении нефтепродуктов, в смысле бензина, это не так, потому что мы мало что там представляем. Но в целом, то есть вот тот объем, который Европа тащит нефть, бензина в Африку, они оставят у себя, а мы, соответственно, можем поплыть в Африку. Дальше, дальше. Ну, что называется, если надо продолжать производить и экспортировать, значит сработает. Вот гораздо хуже ситуация обстоит с дистиллятами, то есть с дизелем. Мы поставляем почти 40 миллионов тонн дизеля, и это Европа. Вопрос, как здесь быть, а здесь, ну, мы когда искали ответ на этот вопрос, что же делать, чтобы не снижать объемы производства, мы как раз видели, что Европа не экспортирует дизель, потому что Европа между бензином и дизелем в свое время выбрала дизель, дизелизация. Вот если Америка сидит на бензине преимущественно, в России пока тоже мы преимущественно сидим на бензиновых двигателях, в Европе просто потому, что там всегда более дорогие нефтепродукты, они выбрали более эффективное решение, это дизельные двигатели. Более экономные, поэтому для них остро стоит проблема потребления дизеля, поэтому она себя не сможет обеспечить за счет дизеля, забрав его с внешнего рынка, она его не вывозит. Но что можно сделать? Можно договориться с Ближним Востоком, что раз мы уберем свои объемы с Европы, Ближний Восток повезет свои нефтепродукты в Европу, мы соответственно можем заместить их в Юго-Восточной Азии, в Южной Азии и в Африке. То есть таким образом, ухудшая естественно экономику перевозки своих нефтепродуктов дизеля, мы можем решить проблему экспорта. С темными нефтепродуктами ситуация похожая с дизелем, также будем вынуждены кооперироваться с Ближним Востоком, причем это может произойти и не в формате каких-то официальных договоренностей о разделе рынков, это может произойти естественным образом. Просто нашим экспортерам надо аккуратно смотреть именно в те регионы, куда достаточно активно поставляет сейчас Ближний Восток. Теперь вот такая же картинка, как я вам показывала по нефти. Собственно, что произошло. Вот здесь светлые нефтепродукты, то есть бензин, дизель. Здесь мы видим, что, как я говорила, с нефтепродуктами сложнее. И здесь не получилось компенсировать объемы, то есть мы видим падение, но пока еще надеемся на лучшее, но понимаем, что с нефтепродуктами всегда будет сложнее. С темными нефтепродуктами, что у нас происходит с темными, у нас тоже статистически не очень хорошо, но по темным получается, что, допустим, вот очень сильно вырос наш поставки в Грецию, но на самом деле Греция не нарастила потребление мазута в целом, Греция просто выступает как пункт перевалки. Где-то в районе порта в Греции стоит крупный танкер, я говорю, возятся маленькими судами преимущественно. Там стоит крупный танкер, более крупный, чем перевозится из России, осуществляется перевалка мазута судно в судно, то есть прямо в море. И дальше эти объемы плывут туда, где они уже будут менее российскими, и за счет перегрузки в более большое судно это позволяет вам улучшать экономику, если вы плывете в какие-то отдаленные регионы, ну, например, в Африку. Итого, что мы получаем. Мы получаем, что в базовом сценарии, когда России удается переориентировать и никаких дополнительных санкций кроме европейского эмбарго не вводится, то в принципе мы видим, что экспорт уменьшается, но уменьшается не критически. Я вам здесь не показываю самый плохой сценарий, поскольку мы консультанты, мы вынуждены смотреть на все сценарии. Там, возможно, в случае, если России не удается переориентировать прежде всего свои потоки дизеля, то мы сталкиваемся с проблемой падения практически в два раза. Почему это плохо? Ну, то есть, казалось бы, ну, перестанем экспортировать, ну, скажем так, ну, тяжело, но не смертельно. Это может нанести достаточно сильный удар по внутреннему рынку. Дело в том, что переработка нефти устроена таким образом, что это созависимая история. То есть, все настроено так, что для того, чтобы произвести одну тонну бензина, а я говорю, Россия бензиновая страна, вам надо попутно получить, ну, я сейчас не буду называть точные цифры, но условно там одну тонну дизельного топлива, там тонну мазута и так далее. То есть, если хотите два бензина, вам надо произвести два-две тонны дизеля. Вот если вы не знаете, куда эти две тонны дизеля деть, вы вынуждены останавливать переработку. И таким образом вы не получите те два миллиона бензина, который нужен на внутреннем рынке. То есть, грубо говоря, в плохом сценарии мы видим, что в России может наступить дефицит бензинов. Это очень неприятная история. Такое было уже в России, даже, ну, скажем, лет 15 назад. Были случаи, когда мы вынуждены были импортировать бензины. И как мы понимаем, ну, тогда вот текущая цена, она условно регулируемая, да, есть договоренности нефтяных компаний с государством не повышать цены. И вот цена бензина 95-го, где-то 50-53 рубля, да, 54. Вот в случае, если мы начнем импортировать, она уже будет рассчитываться, исходя из ориентира на внешнем, ну, цен на внешнем рынке. Тогда надо быть готовым к тому, что бензин может подорожать, ну, минимум в два раза. Я понимаю, что, ну, казалось бы, ну, ладно, перестанем ездить на своей машине, на шеринге, ну, ну, у нас нет столько газовых заправок. Годы. Ну, в общем, если даже мы с вами все перестанем, то как минимум перевозка продуктов, питания и всего прочего, что для нас необходимо, она тоже подорожает. Соответственно, это просто приведет к подорожанию всей нашей жизни и значительному росту инфляции. Поэтому, вот скажем, вот этого негативного сценария допустить просто нельзя, поэтому компании активно работают над тем, чтобы найти для себя альтернативные рынки сбыта. Ну, здесь, как бы, я показала вам экспорт. Здесь, что касается внутреннего рынка, поскольку выпуск нефтепродуктов, это не только экспорт, но еще и внутренний рынок, мы не видим никаких существенных изменений на рынке российском. Мы видим некоторое снижение потребления бензина, ну, там, может быть, в пределах двух миллионов тонн до 30-го года. Мы видим некоторый рост спроса дизеля, ну, процентов на 15-20, и мы видим снижение потребления мазута, ну, мазут мы снижаем просто потому, что электростанции переводятся с мазута на газ. То есть, вот, модернизация электростанции, она будет давать снижение спроса на мазуты внутри страны. Ну, и, так сказать, сложив историю про нефтепродукты, мы что получаем в объемах добычи? Мы получаем, что, вот помните, 20-й год, мы видели большой провал в доходах, вот с точки зрения объемов Россия практически не снизила объемы добычи, но цена вот в 40 долларов за баррель, она очень больно отразилась на объемах доходов. Ну, вот, что касается нашего будущего, в базовом сценарии, это если мы продолжаем дружить с ОПЕК и находим перераспределение, и добиваемся перераспределения поставок российских нефтепродуктов, мы, собственно, с вами ничего не теряем, мы видим, ну, некое естественное сокращение за счет того, что будет замедляться рост спроса на нефть в мире в принципе. То есть в сбалансированном сценарии, где, ну, мы там теряем переработку, не которое, вот то, что я вам показала, некритичное, мы видим 416, ну, то есть уже так неприятно и совершенно тревожный сценарий, да, вот это как раз, когда мы должны будем в два раза сократить переработку из-за того, что мы не найдем экспортного рынка, это очень сильное падение, чего, в общем, не хотелось бы увидеть, потому что, ну, если там рассчитывать влияние на экономику, ну, тоже последствия будут достаточно негативные. Теперь газ. Мы о нем уже чуть-чуть поговорили, но теперь тоже про цифры. Здесь ситуация еще более тревожная, и как нам уже весь прошлый год показал, чем в нефти. Мы экспортировали в виде трубопроводного газа, то есть по газопроводам 204 миллиарда кубометров в 2021 году, и 70 процентов шло в недружественные страны, а труба – это, естественно, Европейский союз. и жижный природный газ, то есть это природный газ, который доведен до состояния жидкости за счет понижения температуры до 160 градусов для удобства транспортировки, прежде всего. То есть трубой вы не можете дотянуться до любого рынка. за счет сжижения, погрузки его в газовоз, в танкер и принятия его в стране назначения на соответствующий приемный терминал дальнейшего разжижения, вы попадаете на этот рынок и там присутствуете. Здесь, в общем, тоже 85 процентов это недружественные страны, но, в общем-то, в СПГ в меньшей степени коснулись те неурядицы, которые коснулись трубопроводных поставок. И вот здесь уже есть цифры за 22-й год. Мы почти в два раза упали по объему поставок трубопроводного газа. И по-прежнему на 70 процентов мы зависим от Европы в этом отношении. Под прочими здесь понимаем страны ближнего зарубежья, так называемого. Это Беларусь, это Армения, Азербайджан. СПГ мы даже чуть нарастили, потому что был введен в прошлом году маленький завод и увеличена загрузка существующих мощностей. Ну, что называется, раз мы так сильно зависим от Европы, я говорю, история нашего взаимодействия с Европой, это 50 плюс лет. Вот как выглядела Европа. Да, 50 процентов потребности Европы это был российский газ, российский трубопроводный газ, 55 вместе с жиженым природным. В общем-то все как бы было хорошо, ничего не предвещало, хотя Европа, наверное, еще с конца десятых, ну то есть с конца начала, где-то с 8-9 года, как бы в качестве официальной политики заявило снижение от поставок российского газа. Это усугубилось вот 20-м годом, когда, как я говорю, для того, чтобы спасти экономику после пандемии, была взята, был взят курс на декарбонизацию, на снижение выбросов жижного, на снижение выбросов СО2 углекислого газа. Газ, хоть и является самым экологичным из всех ископаемых топлив, ну то есть он тоже попал, что называется, под раздачу, тоже стоит задача заместить в генерации, в электрогенерации почти все ископаемые ресурсы возобновляемой энергетикой, хотя вот если в моменте посмотреть на 22-й год, мы, кстати, на него сейчас и посмотрим, но вот в 22-м году, как мы видим, за счет того, что на 50 миллиардов кубометров снизилось потребление газа, это очень много. Страны были вынуждены возрождать угольную генерацию, то есть запускать выведенные раньше из обращения электростанции на угле, более того, сейчас пошел некий угольный ренессанс, то есть забыли про декарбонизацию, но если уголь есть у себя, то есть политика опоры на собственные силы будут своим углем топить для того, чтобы производить электроэнергию. Ну, то есть падение потребления, да, драматичное снижение поставок трубопроводного газа, это Россия, как бы некоторый рост собственной добычи, что, в общем, тоже достаточно феноменальная история, потому что, ну, добыча предыдущие годы снижалась всегда, и очень большой рост поставок жижного природного газа. Вот что было в 21-м году с точки зрения импорта. Трубопроводный газ, естественно, Россия, номер один, СПГ, Россия третье место, первое место Соединенные Штаты, как и гусланцевая революция в США привела не только к тому, что они, ну, то есть стали номером один, они отказались от всех планов по наращиванию импорта, они еще вышли на рынок в качестве экспортера и тоже делают здесь очень впечатляющие успехи. То есть первый завод в Соединенных Штатах был запущен по производству, ну, на самом деле второй, первый завод на Аляске был запущен, если не ошибаюсь, в 70-е годы, но он очень маленький, он там экспортировал незначительные объемы. Крупный завод по производству жирного природного газа в США появился в начале 16-го года, вот понимаете, за 6 лет страна сделала огромный прогресс, ну вот, да, место в Европе. Теперь возвращаясь к историческому слайду, где Соединенные Штаты пугали Европу тем, что будут танки заправляться газом, почему, на ваш взгляд, Соединенные Штаты тогда пытались развести Россию и Европу. Ну, то есть это они понимали и в 70-е, это они понимают сейчас, ну, есть еще маленький нюанс, именно в тот момент, когда Россия налаживала газовую торговлю с Европой, у США был большой план по наращиванию поставок угля в Европу. То есть, грубо говоря, мы своим газом переходили им дорогу там, а сейчас во многом, как бы, уход нашего трубопроводного газа позволил им вот очень-очень качественно улучшить свои позиции в Европе с точки зрения объема. Умножьте это на цену, которая в Европе была, газа, ну, наверное, в среднем за прошлый год там 800-900 долларов за тысячу кубических метров, ну, феноменально, да, здесь цена была где-то 200-300 средняя долларов за тысячу кубических метров, здесь она выросла, ну, там, в 4 раза, да, объемы выросли, ну, то есть, масштабно. Что же произошло, почему, собственно, у нас такие большие потери Европы произошли за год? Здесь показано с точки зрения транспортной инфраструктуры, то есть, то, каким образом наш газ попадал в Европу. То есть, это вот зеленый, это северный поток-1, который функционировал и разрешал поставлять 55 миллиардов кубических метров газа. Сейчас перепрыгну на следующий слайд. Здесь он показан желтым по месяцам загрузка. Мы видим, что он был, как бы, достаточно стабильно загружен, там провал, это был, ну, то есть, технический, техническая остановка на ремонт, ничего страшного. Вот здесь еще с марта, с мая месяца начались значительные сокращения, вплоть до нуля на момент взрыва. Что там было? Там, то есть, санкции начали действовать, вот все прочие, то есть, трубопровод использовал оборудование компании Siemens, турбины, которые стояли на компрессорной станции на берегу Балтийского моря. Шесть турбин и вот постепенное снижение, это, собственно, увод на плановый ремонт и, как бы, плановое обслуживание этой турбины, ну, каждый следующий, и невозврат этих турбин оператору проекта. Именно из-за санкций. Там была очень интересная история, если хотите, поднимите все это в средствах массовой информации, то есть, я это вообще называла в какой-то момент турбинным квестом, потому что турбины почему-то уплывали в Канаду на завод Siemens, где они должны были ремонтироваться, Канада налагала санкции, говорила, что мы не разрешаем вывозить наши турбины. Потом Канада в Европе пошла навстречу, сказала, окей, мы вывезем наши турбины, они приплывали в Германию, там тоже канцлер Германии турбины осматривал, говорил, работают, забирайте, забирайте в Россию. Россия вроде как говорила, что мы не можем забрать эти турбины, но она так впрямую не говорила, но объясню, это вот неповедение капризного ребенка, да, это некий, некое непринятие на себя риска в условиях отсутствия полностью выстроенных правовых механизмов в договоре. То есть, когда Канада заявляла о том, что мы выводим из-под санкций для поставки их в Европу, в Европу, не в Россию, что мешало Канаде сразу в Россию отправлять эти турбины. Нет, они снимали санкции на поставку в Европу. Вот если бы Газпром взял эти турбины из Европы, был риск попадания Газпрома под санкции, потому что как бы Европа не снимала эти санкции, Канада не снимала эти санкции с России. Газпром пока находится не под санкциями и ну теперь просто меньше оснований, да, для того, чтобы он туда не попал, но тем не менее. В общем, постепенно, постепенно снижались поставки, и вот, в общем, все закончилось вечером 26 сентября. Кстати, до сих пор непонятно, насколько, ну в смысле как, взрывы достаточно существенно, ну то есть они повредили систему, непонятно, возможно ли будет починить эту систему, потому что, ну вот, скажем, у Газпрома, у России нету специального оборудования для обеспечения ремонтов, европейцы тоже как бы не выражают интереса к предоставлению этого оборудования и в совместных каких-то работах, а пока там идет расследование, никакие работы и невозможные. расследование до сих пор идет, виновные пока не установлены. Ну вот, то есть мы потеряли северный коридор, дальше газопровод Ямал-Европа, тоже был построен как альтернатива снижения зависимости транзита по Украине, потому что вот скажу, что до 2000-х почти весь российский газ шел по территории Украины, большая часть объемов. Так это было наиболее экономически целесообразно во времена Советского Союза, именно этот коридор позволял дойти до всех нужных стран с максимальной выгодой. Так вот, Ямал-Европа, Ямал-Европа сейчас тоже стоит, стоит на нуле, мы уже видим падение в 21-м году, потому что на тот момент закончился контракт на транзит, то есть на поставки по этому газопроводу, был долгосрочный контракт, его не продлили, поэтому Газпром использовал этот маршрут, ну скажем, от случая к случаю, ну подавая, допустим, заявки за неделю или за месяц, что мне вот нужна такая-то мощность, я прокачаю там газ. Поэтому был не заполнен. Сейчас после санкций, которые Польша наложила на оператора Европолгаз этой системы, ну то есть она запретила работать оператору этого газопровода на территории Польши, за этим последовали контрсанкции России, где Газпром уже получил запрет на тоже на работу со своими бывшими дочерними предприятиями на территории Европы. Ну то есть в текущих, в текущих условиях ограничений, даже при желании использовать этот газопровод невозможно, потому что нет, скажем, никаких правовых оснований для этого, поэтому тоже забыли про этот маршрут, это 33 миллиарда кубометров. Транзит по Украине, как я говорю, в советские времена мощность системы была 200 миллиардов кубических метров, поскольку систему, ну скажем так, в надлежащем образом не поддерживали, и спрос на эту систему сокращался, потому что строился северный поток, Ямал-Европа, то есть, ну на 13-й год транзит, мощности транзитной были 110. По 21-му году мы ставим 40, потому что контракт России и Украины, заключенный в 19-м году до 25-го года, предполагает транспорт 40 миллиардов кубических метров газа, причем Газпром делает авансовые платежи за весь объем, безотносительно того, качает он 40 или нет. Сейчас Газпром, если переводить на годовые объемы, качает где-то 25. Ну то есть качаем 25, платим за 40, ну так себе, скажем так, условия, но что делать, контракт существует в таком виде, в каком существует, Газпром не пошел на разрыв этого контракта по, ну скажем так, исходя из правил того, что ну как-то пока еще придерживается правил функционирования рынков. И что у нас по сути с вами остается? У нас с вами остается турецкое направление, есть газопровод, голубой поток, который вот он тут и выделен голубым, он приходит только в Турцию, покрывает потребности Турции в Газе, не все, но существенную часть, и турецкий поток, одна нитка его приходит в Турцию, также покрывает потребности Турции из 32-16, дальше идет в Европу и позволяет нам 16 миллиардов поставлять, ну так условно дружественным странам в виде Венгрии, Хорватии, Греции, ну то есть вот этот объем в Европу по-прежнему идет. Но мы понимаем, да, что для того, чтобы вернуться в старую ситуацию, если вообще нам такой шанс еще предоставится в какой-то момент, и это будет совместное решение, то, ну вариантов не так много, да, либо мы возвращаем в работу Ямал Европу, либо возвращаем транзит по Украине, либо пытаемся восстановить северный поток, вот здесь, да, как я говорил, труба, которая была построена, но не была запущена при взрыве, обе нитки пострадали вот этого газопровода, и одна нитка вот этого газопровода пострадала. Про одну нитку пока непонятно, непонятно, как взрывная волна повредила ее. И вот, что касается объемов, мы также посмотрели на два сценария, то есть если все продолжает развиваться тем темпом, каким оно развивается, то в страны дальнего зарубежья, то есть в страны Европейского Союза, мы в 30-м году отвезем 44 миллиарда кубометров. Ну, мы не меняем объемы по ближнему зарубежью, ну, по Белоруссии и Армении. Все-таки, если дать шанс, да, восстановлению каких-то экономических отношений, то это будут вот такие объемы, но никаких там 170, естественно, думать уже не приходится. Но даже для того, если предположить, что эти объемы вернутся в хозяйственный оборот, то, как я сказала, нужно будет существенно работать над возможностью поставки этого газа, то есть это либо увеличивать зависимость по украинскому транзиту, либо восстанавливать Ямал-Европу, совершенно точно надо что-то делать с северными потоками. Ну что, раз с Европой у нас ситуация такая печальная, теперь поговорим о Китае. Почему-то многие говорят о том, что, ну, Китай бездонная бочка, возьмет все, и проблем с нашим, там, пристраиванием нашего газа не будет. Ну, то есть на сегодняшний день поставки России в импорте газа пока не существенны, это 10 миллиардов, это 10 процентов всех потребностей импортных страны. Но страна, мы видим, достаточно впечатляющими темпами наращивать свой импорт, но тут как бы есть нюанс. Нюанс, связанный с тем, что Китай, поскольку в принципе никогда никуда не рвался впереди планеты всей, он выучивает все уроки, которые прошли до него более продвинутые товарищи. Вот какой урок для себя Китай вынес в отношении природного газа? Он вынес для себя, что надо опираться на собственные силы. То есть если в 10 году мы видим, что в принципе они потребляли всего 108 миллиардов кубометров, нарастив в три раза, да, за 10 лет свое потребление, даже больше, чем в три раза. Они тогда большую часть, 85 процентов почти обеспечивали собственной добычей. Дальше Китай, а поскольку это плановая экономика, как минимум пятилетние планы в Китае публикуются. И они не то, что как в советское время, да, на пять лет план сделал, план не совпал с фактом, но переделали, поехали дальше. Вот они как бы очень серьезно делают ревизию своих результатов пятилетнего плана. И что мы видим? Вот в последнем пятилетнем плане Китая прописано, что они увеличат потребление газа, но при этом 57 процентов это будет свой объем. И вот когда говорят, что Китай угольная страна, что потребление газа в Китае будет расти опережающими темпами, и значит это даст возможность поставить на рынок много-много миллиардов кубических метров, вот тоже забывают об одной вещи, что Китай не уйдет ниже 50 процентов в зависимости от своей добычи. Другими словами, если они поймут, что они не смогут за счет своей добычи обеспечить половину, они будут сдерживать рост спроса на газ. Они будут по-прежнему опираться на уголь, они будут более активно развивать возобновляемую энергетику, но то есть рынок Китая это вот не та история про бездонную бочку. Что мы имеем с Китаем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы видим, что у нас есть газопровод Сила Сибири, контракт, по которому был подписан в 2014 году в мае, который заработал в 2019 году, который после 2026 года позволит поставлять 38 миллиардов кубических метров, сегодня поставки это 15 миллиардов, то есть они вот очень медленными темпами растут, но так сказать растут. У нас есть договор на строительство вот этой системы, это еще 10 миллиардов, ну то есть 38 плюс 10 мы уже продали Китаю, это он купит, потому что заключил долгосрочный контракт обязывающий. Вот уже несколько лет ведут разговор вот об этой системе, пока не подписано никаких обязывающих документов, поэтому мы исходим из достаточно консервативной оценки, что возможно этот объем и не появится на китайском рынке, российский, потому что, ну вы видите, да, у них есть альтернатива, чем допустим хороша для Китая Туркмения. У Китая в Туркмении много совместных предприятий по добыче, то есть считайте, что они добывают туркменский газ, но уже здесь деньги кладут в свой карман. Дальше Китай участвовал в строительстве вот этой вот системы трубопровода Средняя Азия-Китай, то есть он здесь тоже не в накладе. Ну и, соответственно, покупая здесь газ, он тоже, имея здесь уверенность в этом активе, потому что сидит там в добыче, он понимает, что вот этот маршрут достаточно удобен для него и поэтому сейчас идет обсуждение наращивания мощностей поставок. В Туркмении газа много, ну так сложилось и хватит для того, чтобы заполнить эту ветку. Плюс, в общем, Китай тоже активно развивает импорт жижного природного газа, здесь мы пока тоже так не очень впечатляющее место занимаем, но имеем перспективы. Итого, что, в общем, я хочу сказать по поводу перспективы китайского рынка. Вот добыча, вот импорт трубопроводный, вот СПГ. Что мы видим в сороковом году? В сороковом году мы видим, да, большой в благоприятном сценарии спрос, мы видим растущую добычу, мы видим потребности, а мы исходим из потребностей конкурентных, исходя из действующих контрактов, потому что большая часть объемов газа продаются в долгую. То есть вы заключаете контракт, вот Китай с Россией заключил контракт в 2014 году, действовать этот контракт, ну то есть настоящие поставки начались в 2019 году и действует этот контракт, по-моему, на протяжении 30 лет. То есть 30 лет Китай будет покупать российский газ, чего бы, скажем так, не случилось. Правда, оглядываясь на текущую ситуацию с Европой, там, где тоже российский газ продавался по долгосрочным контрактам, мы понимаем, что ну тоже уже вот эта вот система контрактации, которая гарантировала вам окупаемость проекта, она не безупречна. Итого, вот казалось бы, мы видим, что к сороковому году, ну там 30-е, 40-е, истекают контракты действующие, но мы понимаем, что они могут быть продлены. Мы видим, мы в благоприятном сценарии видим силу Сибири, мы видим расширение мощностей из Туркменистана и мы видим СПГ. Скажем, в умеренном сценарии мы не видим как минимум до 30-го года, да и даже в благоприятном мы не видим до 30-го года место для этих объемов. Именно поэтому переговоры по Сибири идут уже несколько лет и пока не закончились подписанием контракта. То есть пока Китай не нуждается в этом газе, несмотря на быстрые темпы роста спроса. Что может нам помочь, ну я имею ввиду реализовать этот проект, это возможное тоже деление Китая, ну то есть отношение к Китаю как стране не очень, скажем, играющей по международным правилам. Ну то есть если Китай тоже начнет разделять своих поставщиков на дружественный и недружественный и решит отказаться от какого-то объема недружественного газа, а это ну естественно американский газ, это они покупают тоже в виде СПГ американский газ, и это Катар, СПГ из Катара. Почему Катар может стать недружественной страной для Китая, потому что большая часть активов добычных в Катаре имеют американские компании крупнейшие, прежде всего Эксон. Но он сидит почти во всех проектах по добыче и сжижению газа. То есть через структуру собственников для Китая Катар может стать страной с высокими рисками остановки поставок, вот тогда у сил Сибири будет шанс. Ну и собственно, какое же будущее у российской газовой отрасли, оно видимо, раз мы имеем сейчас очень скромные объемы наличия инфраструктуры трубопроводной в Европу, мы имеем не очень явные перспективы по строительству трубы силы Сибири в Китай, то что мы имеем? Мы имеем большое количество проектов по строительству заводов по сжижению газа. И в действующей энергетической стратегии России указано, что в 30-м году мощности по производству СПГ в России могут достичь 100 миллиардов кубических метров, может быть даже 120, там в зависимости от сценария. Сегодня мы производим 42 миллиарда кубических метров СПГ за счет четырех заводов. То есть это проект Сахалинский, самый старый завод, введенный в 2009 году, самый первый. Потом это был проект независимой газовой компании Новотек, Ямал СПГ в 17-м году запущенный и два небольших завода, буквально там со скромными мощностями. Сейчас это 0,5, должны в этом году довести до полутора миллионов. Ну и дальше у нас идет большая-большая россыпь крупных проектов. Этот проект Новотек Новотек реализует, несмотря на все санкции, в этом году должна заработать первая технологическая линия, которая даст, соответственно, треть этого объема. Дальше 24-25, то есть если все пойдет хорошо в 20-м, в 25-м году это вот плюс 20 миллионов тонн, что хорошая новость. Ну и при этом мы видим, что есть проекты, которые находятся за 30-м годом. Вопрос, ну то есть это означает, что даже если эти проекты будут успешно реализованы, то мы не сможем реализовывать свой добычной потенциал, который имеем и имели за счет экспорта трубопроводного газа в Европу еще как минимум до 30-го года. Вопрос, будет ли этот газ востребован в мире после 30-го года, но это прямо отдельная тема для встречи, очень дискуссионная. Ну то есть вот несмотря на хороший как бы потенциал, вероятность реализации всех этих проектов очень сомнительно. И есть еще один очень важный момент, и это, наверное, будет последний слайд моего рассказа вам. Это зависимость от технологии иностранных государств. Вот действующие на сегодня заводы в России и с точки зрения лицензиара и тех технологий, которые используются на заводах, это 57% это Air Products, это американская компания, и надо сказать, что 90% мощностей по производству СПГ в мире построено на этих технологиях. То есть американцы абсолютно доминируют в мире по своим технологиям в производстве СПГ. Дальше это технологии Shell, Air Liquid, Linde, и вот очень незначительные, маленькая, до 1 миллиона тонн штучка, так называемый арктический каскад, это российская технология, а это мощности где-то 5 плюс миллионов тонн, единичная мощность одной технологической линии. Вот это может делать 0,8 миллионов тонн, российская технология, но VATEC ее запустил 2 года назад, целый год он испытывал трудности с этой технологией, вроде как последний год она достаточно адекватно заработала, ну то есть как бы шанс есть, но это 1 миллион тонн, а нужно 5 для того, чтобы полностью иметь возможность строить крупнотоннажные заводы. Здесь приведена как бы технологическая карта об уровнях готовности ключевых технологий по крупнотоннажному производству СПГ. Естественно, вот TRL-9 это уровень коммерциализации, это когда у вас есть промышленное производство этих составляющих, ну и светофором обозначено, то есть TRL-6 это то, что условно в течение 3-4-5 лет можно довести до серии, красный уровень готовности технологий это ну там считайте 10 лет, то есть видя вот количество цвета, да, мы понимаем, что для того, чтобы разработать свои крупнотоннажные технологии у нас, ну нам потребуется очень много времени, поэтому вот возвращаясь к этой карте, потенциал большой, технологический задел, к сожалению, малый, ну может быть рецепт, да, сходите к китайцам, у них же все есть, но вот этого у китайцев к сожалению нет, потому что, ну Китай никогда не собирался экспортировать газ, поэтому потребностей не было. Может быть сейчас, да, им отнесут какие-то технологии и что-то получится быстро. То есть я уверена, что мы тоже сможем изобрести просто вопрос времени и востребованности. Поэтому подводя итог нашему, ну скажем, моему рассказу, я бы хотела сказать, что санкции это то, что мы уже проходили, развод с Европой мы уже тоже в каком-то, ну трудности, может быть не такой развод, мы тоже уже проходили, время показывало, что все возвращается на круги своя к экономической рациональности, даже при неких, может быть идеологических разногласиях. Но тем не менее имеем, что имеем, для нефти я не вижу проблем для там объемов и перераспределения и получения выручки при всех санкциях. С нефтепродуктами будет сложнее, но компании будут вынуждены искать решение, иначе внутренний рынок столкнется с дефицитом бензинов. С газом ситуация, наверное, самая печальная, несмотря на то, что газ, казалось бы, с точки зрения экономики, зеленой повестки, был бы наиболее востребованным в мире энергоресурсом. Спасибо, буду рада ответить на вопросы. По поводу того, что американцы вдруг нарастили добычу, это связано с подходом к пику добычи и потребления, то есть они ждали, может быть, этого, и сейчас так уже, когда видно, что уже проходит бензинная или нефтяная эра. И второй вопрос. Вот у нас в России за, по-моему, с 2010 года до 2020 цены на бензин выросли, по-моему, в два раза. Может быть, я ошибаюсь, да? Ну, то есть, если вы говорите о 30-м, а, по инфляции, да? Ну, вот в связи с чем? Вот все, оба вопроса. Да, в России цены растут только по инфляции, хотя мы понимаем, что цены на внешнем рынке, на нефть, они менялись, впрочем, как в сторону внизу, так и в сторону верха. У нас цена на нефть, на нефтепродукты растет по инфляции. Это вот к вопросу о том, что наш рынок все-таки регулируемый. Каким бы он не казался нерегулируемым. Теперь, что касается США. Они свой пик по добыче прошли, как я говорю, в 70-е, и по нефти, и чуть позже по газу стали крупнейшими импортерами, и того, и другого. Нефть и газы должны были стать крупнейшими импортерами. Но потом получилось так, что, ну, естественно, это не в один день произошло. В 2008-2009 году господин Митчелл, такая одиозная фигура, владелец маленькой нефтегазовой компании, а в Америке в этом смысле вообще феноменальная ситуация. Там у каждой семьи в Техасе может там быть одна качалка, две качалки, добывать там 3 копейки и жить хорошо. То есть у нас, естественно, там, не только у нас, а нигде в мире, пожалуй, нет такого вот вовлечения простого, скажем, населения в нефтянку, как это есть там. Так вот, он смог, наконец-то, он там лет 15, по-моему, тренировал как раз технологию гидроразрыва пласта. Ну, то, о чем я не хотела рассказывать, но раз говорили, то есть это пласт, который обладает минимальной пористостью и максимальной твердостью. То есть путем проведения там гидроразрыва он смог высвободить газ, который раньше считалось невозможным высвободить. То есть, ну, смотрите, у вас, ну, считайте камень, ну, по-простому, и вам надо рвать камень, чтобы получить этот газ. Вот он смог это делать. Причем он смог это делать за счет того, что традиционно газ там добывался и нефть бурением скважины вниз. То есть удельно, вы понимаете, вы тут как бы сильно много денег тратите на то, чтобы уйти глубоко-глубоко, оттуда начинаете сосать и нормально. Потом появились вертикально наклонные скважины, они вам позволяли уже экономить и брать в освоение большее количество нефти за счет такого, проходя многие пласты. А он стал бурить горизонтально. И буря горизонтальной скважины, он смог делать вот эти разрывы и собирать больше газа. Но, я говорю, все его персону выводят, как как бы отец сланцевой революции, да. Но на самом деле, если посмотреть все документы и правительство США, они вкладывали деньги в эти технологии, ну, наверное, с 70-х годов. И вот в прошлом десятилетии это выстрелило. И вот за счет этого они нарастили добычу сначала газа. Когда они поняли, что они могут добывать газа больше, чем им надо, они, а у них был запрет на экспорт нефти и газа. Ну, понятно, вы зависимы от импорта страна, был полный запрет. Вот на нефть сняли этот запрет совсем, то есть любой, любая компания США может экспортировать нефть. На газ они все-таки осторожно подходят, они снимают запрет на экспорт от проекта к проекту. То есть если вы как бы начинаете реализовывать свой проект по сжижению газа, вы выносите его на слушание, на слушание власти штата, вы показываете, как повлияет то, что вы начнете вывозить газ на внутренние потребности в штате. Если ваш проект одобряют, то вы можете вывозить. Вот с 16-го года они построили уже пять крупных заводов. Ну, феноменальные темпы. Ну, хотя есть там один нюанс, что раньше, то есть те порты, где они сейчас строят сжижение, они существовали для того, чтобы импортировать газ. То есть у вас уже была построена вся береговая инфраструктура, вам просто надо поставить систему сжижения. Это дешевле и быстрее. Они, готовясь стать импортерами, все построили, у них получилась собственной добычей, они быстро конвертировали. И будут продолжать наращивать. Ну, еще минимум пять заводов мы ожидаем, ну, в ближайшие пять лет, наверное. А есть данные о себестоимости нефти и газодобычи с фланцевым методом по американским технологиям? И хотел просто, извините, на первом слайде у вас, по-моему, перепутаны данные, 20 процентов. Да, да, да. Где же он, где же он? Да, вот на нем или на втором. 20 процентов ВВП и 40 процентов это бюджет. Ну, это, насколько я знаю, интересовался этой темой. Да, возможно, вы правы. Надо будет уточнить, да. Ну, по цифрам. Нет, спасибо. Я тоже делал, я часто так путаюсь тоже, на самом деле. Ну, по логике, да, по логике вы правы, да. Все, спасибо. Вот, значит, точно внимательно все было. Ну, и вопрос про цена себестоимости. Да, спасибо. Газ или нефть? Да, смотрите, когда в 14-м году случился, ну, там, самый свежий до 20-го года нефтяной кризис, когда цены на нефть пошли вниз, как раз за счет добычи нефти в США, все, она падала со 100. Она падала до 90, до 80, и все вот ждали, что, ну, вот 60 – это та цена, по которой американцы уже не смогут добывать. Потом цена пошла ниже 60, объемы не упали, 50 объемы не упали, 40 тоже там достигало, объемы не упали. Поэтому вот вам достоверно сказать, какая техническая себестоимость, я скажу, она разная, ну, зависит от месторождения. В среднем по больнице, я бы сказала, что 30. Но за счет наличия финансовых инструментов, включая механизмы хеджирования, вы, допустим, законтрактовав, захеджировав, застраховав на будущий год свою нефть. Вот, допустим, сегодня у нас цена 80, вполне возможно, что какой-нибудь страховая компания мне застрахует добычу на этот год по цене 100. Даже если цена по факту упадет в 50, я буду получать 100. И это уже как бы вы можете добывать, если у вас издержки 60, цена на нефть 50 на рынке, а вы захеджированы на 100. Вот финансовые инструменты, они тоже очень сильно помогают. Я бы сказала 30. Это печально, да. По газу, по газу, если я правильно помню, ну, может быть 60-70 долларов за тысячу кубических метров. Тоже печально. Это еще печально, да. Да, вижу. Вот, друзья, у нас есть еще часть нашей аудитории, которая не смогла сегодня дойти по разным причинам, но они с нами в онлайне, в социальных сетях. Если можно, я один вопрос отсюда из социальных сетей озвучу, а потом тогда передам дальше микрофон. Вот тут спрашивают по поводу электромобилей. Сейчас активно развивается, там в Липецкой области даже какое-то производство наладили, активно эта тема продвигается. Как это повлияет на вот топливный рынок в ближайшей и среднесрочной перспективе? Является ли черным лебедем для развития нефтегазовой отрасли недавняя, буквально в прошлом году разработка реакторов и практическое применение на быстрых нейтронах? То есть это фактически альтернативный источник энергии и, ну, можно сказать, бесконечный. Ну, тысячекратное использование может быть реактора более эффективно. Спасибо за вопросы. Да, про черных лебедей является. Причем, я думаю, что лет 20 уже, поскольку, видите, я тоже там привожу разные сценарии. Каждая там уважающая себя компания, она тоже живет в системе сценариев. И многие компании закладывают, что делать, если эта технология коммерциализуется и пойдет в масштаб. Но честно скажу, что вот на сегодняшний день я не видела ни одного прогноза, который бы показывал, что как минимум до 50-го года они бы это всерьез воспринимали как риск. Ну, то есть вот нефтяники живут в такой системе координат, что этот риск они не оценивают. Хотя, если вы посмотрите, что тот же план Газпрома, да, его видение будущего, они не верили в сланцевую революцию уже тогда, когда начала происходить. То есть, ну, инерция компаний, да. Но вещь есть, они, эта вещь фиксируется в системе как раз черного лебедя, а не того, что эта технология выстрелит в ближайшие 10 лет. Нет, то есть они верят, что это может случиться, но… Ну, понимаете, чтобы это имело масштаб там мирового, да, то на это потребуется больше времени. А мы вообще молчим, потому что в мире Илама тоже ограничено количество. В России и Казахстане, или мы смотрим, что Казахстане были чисто из-за того, что там топлива есть. И только в будущем они не активятся. Нефтяники понимают, что бизнес не вечен, это правда. Что касается электромобилей, ну, мы видим, да, по практике того, что происходит в мире, как как бы выстреливают электромобили и приобретают все большую и большую долю в автопарке. В Европе это уже сказалось на потреблении нефтепродуктов, правда. И это уже… Вот когда мы начинали анализировать рынок электромобилей, мы исходили из того, что принципиально моментом является то, какая машина по счету в семье у вас является электромобиль. Вот если это первая и единственная машина, то пиши пропало. Если электромобиль приобретают третьей, четвертой машины в семье, ну, я про Европу, про США говорю, то значит, это, считайте, просто игрушка, которую вы там хотите показать. А в Норвегии, например, ну, еще зависит от того, вот почему я это говорю, зависит от того, как у вас устроена система изъятий, что ли, назовем ее так, то есть какие налоги вы платите. Допустим, в Норвегии электромобили уже 10 лет назад стали достаточно популярны, про одной простой причине, у них очень высокие импортные пошлины на двигатели внутреннего сгорания. И очень большая система поддержки электромобилей. Ну, например, если Tesla, модель S стоила 90 тысяч, вот как она есть, то, допустим, Mercedes S-класса в Норвегии он стоил на входе 110 из-за пошлин, плюс налоговое стимулирование, которое позволяло вам вернуть из 90 потраченных тысяч еще минимум 20 налоговыми вычетами, оно просто в реальность уже делало для вас экономику этого проекта по смене автомобиля целесообразной. Плюс бесплатная возможность пользоваться частной инфраструктурой, ну, там, Норвегия, система фьордов, да, куча тоннелей платных, все бесплатно. Потом собственники этих тоннелей жаловались правительству, говорят, что же такое-то, мы же не можем окупить, потому что эти жители поселка накупили себе электромобили, и все, у меня экономика рухнула. Нет, вот теперь, что касается вопроса, я так понимаю, все-таки про топливный рынок России, здесь я пока не вижу какого-то, скажем, фазового перехода в случае с электромобилями, потому что, но это по-прежнему дорого по сравнению с двигателем на внутреннее возгорание. Да, есть тоже меры стимулирования как-то бесплатной парковки, ну, это имеет смысл в тех городах, где платные парковки, да. Есть проблемы пока с зарядной инфраструктурой, она не очень хорошо развита. Плюс система многоквартирных, многоэтажных домов, она, опять же, делает невозможной для вас зарядить электромобиль. Вот если вы владелец коттеджа, там, или двухэтажного домика, вы приезжаете, на ночь ставите машину, все хорошо. Если вы живете на шестом этаже, вы не зарядите свою машину. Это тоже надо понимать. Что еще пока мир не очень осознал в плане электромобилей, это проблема утилизации. Потому что, ну, 10 лет активного пользования, это пока еще не срок, и объем был маленький. Непонятно, что делать с батарейками. Переработать. Ну, так это тоже денег стоит. Ну, то есть кто на себя возьмет вот эту стоимость остаточную, скажем? Вы же должны будете заплатить за утилизацию. Ну, вот вам же потом еще дополнительно придется заплатить, чтобы поменять батарейку. Нет, я понимаю, что ценность этого процесса важна. Ну, я имею в виду, утилизация будет стоить дорого. Извлечь ценные материалы получится. Но по итогу, сколько это будет стоить, и где размещать все эти мощности, если у нас половина парка будет электромобильного, вот это никто пока не просчитывал. То есть здесь, возможно, тоже… Нет, я еще раз повторю, нефтяники осознают, что эра нефтегаза когда-то закончится. Потому что как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так же и нефтегазовый век закончится не потому, что закончится нефтегаз. Просто человечество найдет альтернативы. Вот я не уверена, что электромобили в том виде, в каком они есть сейчас, это решение. Хотя бы даже с чисто утилитарных точек зрения, что это такая же машина, которая ездит по дороге, она не решает проблемы пробок и так далее. То есть если бы она летала, то, наверное, это был бы некий фазовый переход. А мы к автомобилям привязались, потому что, как я сказала, это 50% потребления нефтетранспорт. Если мы теряем 50%, ну, считайте, что все. Ну, пока нет, потому что пока не видится, что электромобиль – это реальное вытеснение. Смещение, да, в отдельных странах, да. Плюс, я говорю, везде, где эти проекты стартовали, они имеют очень большую государственную поддержку. Ну, Норвегия богатая страна, она может себе позволить возвращать по 20 тысяч долларов за каждую машину. Но даже в Соединенных Штатах, когда эта программа тоже стартовала, уже целый ряд штатов вот как бы постимулировал людей три года, и все, программа поддержки государственной на уровне федеральном, на уровне штатов закончилась. Хочешь электромобиль – давай сам. Есть, есть, нет. В Европе пока еще не отказались от поддержки. Ну, потому что могут себе позволить. Я работаю финансистом, и у меня вот следующий вопрос. Включи на газ в Европе были, именно фьючерсы, заходили до 3-х 500 в прошлом году, и это было, ну, почти что норма. Ожидаете ли вы какую-то нормализацию рынка? Потому что то, что происходит сейчас, абсолютно неадекватно. Из России газ без инфраструктуры везется в Китай и в Европу, ой, нефтегаз везется в Китай и в Индию. В то же время из Австралии газ начинает поступать как раз-таки в Европу. То специально у австралийского правительства просили газ возить в Европу, что очень странно. Абсолютно абсурд на рынке и хаос. Ожидаете ли вы в ближайшие 10 лет какой-то стабилизации хотя бы в этом вопросе? Вы знаете, стабилизацию я ожидаю. Вот когда задают вопрос, когда там цены на газ стабилизируются, ну да, вы начали с фьючерсов. Они опустятся до исторически нормальных уровней не ранее 26-го года. Просто потому, что в 26-м году будут запущены новые мощности по производству СПГ в том объеме, который позволит полностью заместить мировые потребности в газе. То есть вот российский газ, уже то, что его не будет, уже никто не заметит потери этого бойца, потому что 26-й год, это запуск, 25-26-й запуск новых мощностей в Катаре, крупных, до 40 миллионов тонн и в Соединенных Штатах, ну основных. То есть у нас вот времени осталось на какую-то там политическую игру вокруг газа совсем чуть-чуть. И да, цены к тому моменту они стабилизируются, думаю, что в среднем 500-600 долларов. Но все равно не 300, не 200, не 300. Потому что, как вы правильно сказали, отвезти газ там по трубе из точки А в точку Б стоит сильно дешевле, чем из Америки там таскать танкером. Здравствуйте, меня зовут Александр. Спасибо большое за крутую презентацию. У меня такой вопрос. Мы являемся дилерами определенных технологий из недружественных стран. И после всем известных событий 22-го года российские компании, которые были заказчиками определенного рода технологий, они поставили данное проект на холд. Стоит ли нам ожидать продолжения развития сотрудничества с Российской Федерацией или проще там переключиться там на Казахстан, Азербайджан, где в принципе актуальны те же самые технологии? Вы имеете в виду параллельный импорт через дружественные страны тех же самых технологий? Это то, что сейчас пытаются делать компании. Потому что, как все, всегда цинично, ну по крайней мере в бизнесе, говорят, да нет, нерешаемая проблема, вопрос, сколько это стоит. Да, это продолжается. Вот у меня был конкретный пример. Компания нефтеперерабатывающая небольшая. Они занимаются модернизацией. У них был заказан уникальный японский агрегат, который подходит только для их завода. И он был вот на момент февраля 22-го года готов на 90%. Вариант для этой японской компании продать эту уникальную установку в другой стране мира равен нулю. Что сделали японцы? Японцы сказали сначала, они сказали, идите. Ну, то есть они говорят, ну а как вот там, вам же что делать? Поддержка японского правительства в санкционном режиме настолько прекрасна, что они компенсируют нам все затраты на эту установку, нам проще ее утилизировать. Это была позиция Японии 2-3 месяца. Потом, то есть по итогу переговоров, даже после этого продолжались переговоры, все закончилось тем, что Япония согласилась привезти железо, но не согласился софт передать. Поэтому вот отчасти параллельный импорт – это решение проблемы. Но вот вопрос зависимости от софта, который вы можете дистанционно управлять, вот параллельный импорт здесь никак есть, решает вопрос. Это решается кастомными решениями, которые, в принципе, они работают точно так же. Мне вопрос в части того, что по инициативе российской стороны идет отказ. Не по инициативе европейского поставщика, скажем так, да, а по инициативе российской стороны, потому что, ребята, подождите, мы пока не знаем, что делать дальше. Но здесь понятно, что политические моменты, они неразрывно связаны с нефтегазовым, газовым, так скажем, сектором. Но здесь приходится такое, что России не нужно это. Ну, я не могу сказать, что вот там среди компаний наших клиентов в отрасли были такие прям случаи, что наши отказывались в опережающем режиме от чего-то, что было заказано, скорее как раз партнеры… Имеет место быть. Ну, допускаю, но знаю точно, что наши компании пошли уже чуть дальше, ну, то есть создавая прогнозы на будущее, и многие компании отказываются уже от, ну, условно, Microsoft, да, то есть переходят на Linux и так далее. То есть это то, что нам пока не запрещено, но уже есть понимание, что надо готовиться жить, лучше быть готовым к самому худшему сценарию, вот это уже происходит. Ну, плюс еще, знаете, какая ситуация, вот если про технологии, те заводы, которые были локализованы в России иностранными компаниями, в том числе технологическими, в том числе вот в нефтесервисе, они не ушли, они просто, ну, передали бизнес российским акционерам под условием, что они смогут вернуться. То есть они продолжают, по сути, работать, ну, на том, что производилось в России. То есть просто это уже другая вывеска. Но тут вот скорее, если говорить, кому больше не надо, то есть вы говорите, наши отказываются, да, наши были кейсы, естественно, отказов, но все-таки мы вынуждены сталкиваться вот с не очень логичной политикой с той стороны. Ну, нелогичной в плане люди действуют согласно букве текущего закона, скажем так, но не всегда здравого смысла. Но решение есть, да, но дольше и дороже. Да, у меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом повлияет на конкретный сценарий введения трансграничного углеродного регулирования, на конкретный сценарий и вообще в целом на цепочку? Вы говорите о европейском сборном. Да, конечно. Ну, смотрите, действительно, эта тема была очень популярна еще до начала прошлого года, то есть весь 21-й год отрасль жила в состоянии легкого ажиотажа в связи с введением трансграничного регулирования 26-27 лет, считала, как им там будет, ну, станет дороже платить и так далее, и тому подобное. Вот сейчас я честно скажу, что в большей части этот вопрос снят с повестки, по крайней мере, в отношении Европы, просто про той простой причине, что, ну, перестанет что-либо поставляться, поэтому нет смысла считать этот риск. Но, не, не, вот, вот, если на перспективу вообще стратегические департаменты компаний понимают, что раз уж такая тема началась с трансграничным регулированием, она будет переведена из Европы потом в другие страны, с которыми мы работаем, просто с большим опозданием. И да, компании работают над вопросом снижения углеродного следа, как минимум сейчас проводится аудит, где, как бы, самое узкое место. И да, по-прежнему есть проекты, ну, как бы, менее активно реализуемые, но там по утилизации, по улавливанию утилизации выбросов СО2. То есть, скажем так, в моменте острота спала, потому что происходит развод с Европой, но где-то в голове держат, что если мы хотим продолжать работать с внешним миром, то внешний мир меняется и нам тоже надо соответствовать. Просто сейчас, скажем, решаются, вот в моменте решаются более там оперативные задачи, но это тоже в голове держит, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова